Там один вопрос я получила медиатрический, я на него отмечу вопросу дела. Что касается вопроса, планируется ли повышение на нашей кабинете, по-человечески, в том, где нет, планируется, мы не участвуем в проектах. Вот в этом проекте по... мы не участвуем. Я, честно говоря, даже про этот проект узнала. Когда получила приглашение сюда, и, кстати, оно и скучало, прошу вас. Ну, подождите, ты, что народ еще не начал. Спасибо. Спасибо. Так, ну, давайте продолжать. Я так поняла, что мы идем именно в том русле, которое вам интересно, получив какие-то, так сказать, краткие отзывы. Давайте продолжать. Итак, следующая систематика, ну, вам она наиболее, конечно, знакома, так сказать, и понятна. Это систематика в зависимости от того, какое нарушение, да, в зависимости от того, какое нарушение. С этой точки зрения я вам скажу так, что, ну, я опускаю случаи, что сейчас очень много умственно отсталых и так далее, да, потому что предполагается, что умственно отсталый не может быть студентом вуза. Ну, мы знаем, что иногда этот вопрос, ну, как бы, ну, не то чтобы спорный, по факту мы сталкиваемся с умственно отсталыми студентами, но его как-то даже неприлично обсуждать, потому что умственно отсталый не должен иметь цензового образования и не может учиться в вузе. Поэтому я позволю себе все-таки не давать рекомендаций, что делать в ситуациях, когда у нас, собственно, отсталый студент. Раз уж так случилось, значит, каждый уже из положения выходит сам, да, вот. Но по факту звучит следующим образом. Если мы пройдемся по структуре инвалидности, по структуре инвалидности, то все-таки больше всего у нас студентов инвалидов, это по соматическому профилю заболеваний. По соматическому профилю. Ну, какие заболевания к инвалидности приводятся, соматические? Заболевания сердца врожденные, приобретенные, заболевания печени и почек, в том числе, так сказать, гемодиализ, да, вот, больной на искусственной почке. Эндокринные заболевания, среди которых сахарный диабет на первом месте. Заболевания дыхательной системы, среди которых на первом месте бронхиальная астма. Я для того, чтобы не растягивать время, потому что, понимаете, с одной стороны, вроде бы мы целый день работаем, это много, а с другой стороны, мы работаем всего лишь один день, и это не так много. Поэтому я немножечко вот какие-то вещи о влиянии болезни на личность и так далее, я как-то потом обобщенно вот не буду. Но я сразу хочу сказать по поводу этой группы, что здесь мы столкнемся с тремя основными позициями, с трудностями, вот по трем основным позициям. Первое – это астенические проявления. Для всех соматиков характерны астенические проявления. Низкая работоспособность, либо колебательный характер этой работоспособности. Поэтому низкая продуктивность. Вторая позиция – это ипохондрические черты характера, которые у многих из них формируются. Вот я уже говорила, что я очень боюсь обобщений. Вот конкретно у вас может оказаться, допустим, больной с пороком сердца, у которого нет ипохондрических черт, да? Но все-таки основная такая тенденция – это все-таки наличие ипохондрических черт. Может быть, я бы даже определила это как астеноневротическую акцентуацию у многих, да? То есть вот фиксированы на своем здоровье, большое внимание здоровью уделяют, а вот невротичные. И в силу того, что вот есть вот эта вот проблема здоровья, да, у многих еще дополнительно образуются страхи, которые непосредственно со здоровьем не связаны. В основе-то лежит страх за свое здоровье, а этот страх за свое здоровье влечет уже за собой там дальше страх, что, допустим, я там поеду в институт, мне по дороге сделается плохо. Уже возникают страхи передвижения и так далее. И в конечном итоге уже возникает страх перед ответом, да, страх оказаться хуже, чем другие во время выполнения работы. А наличие этих страхов ведет к желанию чего? Уклониться, да? Раз я боюсь, я бы не хотел переживать эти неприятные черты, этого, так сказать, надо избегать. Поэтому вот с соматиками у нас еще вот эта вот проблема большое значение имеет. Вот, ну и все-таки, все-таки, даже при инвалидности соматического профиля у части наших студентов есть когнитивные нарушения. Потому что многие из них болеют давно. Ну, то есть особенности познавательной деятельности, я так уж, на, так сказать, все на современный язык передадаю. Да, есть некоторые особенности познавательной деятельности. Многие болеют давно, многие прошли через этап задержка психического развития, соматогенного происхождения, да, в более медленном темпе развивались. И хотя обычно уже в зависимости от динамики заболевания и, ну, при наличии обучения, это задержка психического развития, там к 14, 15, 16 годам компенсируется. И мы уже сталкиваемся с человеком, у которого, ну, как бы интеллект, ну, характеризуются основными параметрами нормы интеллекта, но мы не можем такого сказать, например, про их внимание. Их внимание очень истощаемое. Очень истощаемое. Очень специфичные особенности памяти в этой группе. Для части из них характерен очень малый объем запоминания, а для части это запоминание колебательный характер имеет. То есть в каком-то своем состоянии не запоминают хорошо и много, да, в каком-то мало. Иногда вроде бы запомнили, и мы считаем, что это, ну, как бы освоенный материал, а очень быстро стираются следы, да, то есть вот для особенностей вот этих инвалидов по соматическому профилю, вот эти мы должны все-таки учитывать, что да, это люди совершенно с охранным интеллектом, да, это люди, которые часто имеют хорошие способности и так далее, но особенности познавательного развития у них есть. Таким образом, мы уже сталкиваемся у них с двумя группами особенностей, да, то есть их личность накладывает отпечаток, и их познавательные особенности накладывают отпечаток. Но, понимаете, мы еще к этому вернемся, и к личности, и к познавательным особенностям, но хочу сказать сразу, что две вещи очень важны в методическом плане. Первое, мы дальних должны дозировать нагрузки. А для этого что надо делать? Для этого надо отбирать материал, понимаете? Вот у нас есть методические разработки, обязательная литература, да, дополнительная литература, задания для самостоятельной работы. Мы имеем дело с больным, который находится на гемодиализе, вот, и мы для него дозируем. Он у нас не с тремя книгами знакомится, а с одной, самой, так сказать, доступной и так далее. Мы даем ему до самостоятельного задания для выполнения не четыре конспекта источников, а два конспекта, но тех, которые являются наиболее значимыми, наиболее значимыми. Вообще я для... Ну, вы знаете, да, что сейчас метод портфолио... Я имею в виду не портфолио достижений, а портфолио материалов, которые собирает студент, да, становится одним из таких, ну, я бы сказала, инновационных технологий. Так вот, как раз для вот саматиков очень хорошо собирать портфолио, потому что мы еще можем для них кое-что сами подготовить, да. Ну, вот есть же какие-то простейшие вещи, которые мы вообще-то студентам не даем, да. Это, ну, условно говоря, там для колледжа, да, и мы даем более посложнее материал. Вот, ну, и можно, так сказать, переслать эти материалы как-то познакомить, да. Вот, потому что они усваивают только если нет перегрузок. Если есть перегрузки, они декомпенсируются и в познавательном плане, и в личностном плане, да еще, не дай бог, в состоянии здоровья. А наша задача какая? Мы все-таки должны добиться того, чтобы состояние здоровья наших студентов за период обучения не ухудшалось, да. Ну, да у кого-то оно, пожалуйста. Конечно. Можно, пожалуйста, а вот система о принимании достижений. Мы делаем когда индивидуальную, или же все-таки она должна быть? Вы знаете, я бы, я здесь вот, я вам скажу сразу из своего опыта, я хотела... Ирина Юрьевна, тогда повторяйте вопрос, потому что тот, кто слушает, он звук не прихватывает. В отношении системы достижений, я как бы вот планирую после обеда вообще говорить, как я вообще себе мыслю вот этот процесс, но просто хочу сказать из своего опыта. Потому что у меня на самом деле вот в нашем институте выделенных студенческих групп инвалидов нет. Но у нас регулярно на СУР доучатся лица с нарушениями слуха, вот, ну, просто интегрированные в группу. Вот у нас для ЦПшники в последнее время активно появились. И так получается, что мне, как человеку, который как-то работал раньше, до того, как в ВУЗ пришел, с ними, да, приходится работать. Я вот и скажу чисто из своего, так сказать, что при системе достижений я резко сокращаю объемы, не сокращая содержание. Вот так, да? То есть никаких 60 тестов. 10, но сложные. Вот так. Да, да, да. И на самом деле это получается неплохо, потому что он выполняет 10 сложных, но не выполняет 40 легких. Кстати, эта особенность вот именно вот лиц с астеническими проявлениями, она была замечена еще когда вот 40 лет назад задержкой психического развития начали заниматься. Заметили, что дети усваивают более сложный материал, если он, да, обобщенно, и не усваивают, если его очень большой объем. Вот, поэтому вот это вот, я еще об этом буду говорить, но вот мой опыт показал, что так, достаточно правильно. И это, кстати, не только для астенизированных, это для других категорий, но еще к этому вернемся. Так, значит, вот, то есть как бы вот две вот эти вот вещи мы должны дозировать материал, мы обязательно должны дальше. Есть еще одна вещь, она тоже потом у нас пройдет и про опорников, когда будем говорить, ну, прямо сразу скажу сейчас, тем более, что мне уже кто-то говорил, что только до часу смогут быть, да, вот поэтому хочется методические какие-то вещи все-таки тоже сказать. Второе. Вот очень важно для них не допустить перегрузки в конце сессии, потому что всякий студент что? Все, от сессии до сессии живут студенты весело, да, всякий студент, больной, здоровый студент, заниматься в межсессионный период не очень хочет, а сама система вузовская, она на это провоцирует. Вот, все-таки им надо давать такие задания, чтобы иметь возможность проводить отчетности текущие в период сессии, дозируя, да, чтобы не выводить его к тому, чтобы в самом конце, я многих освобождаю от экзамена, автоматом выставляю экзамен на основании того, что они мне 4-5 раза семестр сдавали частями. Очень хорошо получается, вот, потому что пробовала, ну, была у нас, допустим, одна достаточно способная студентка, вот такая инвалид по тяжелому соматическому заболеванию, она уезжала лечиться, вот, она сессию сдать не смогла, вот, потом же мы с ней же, сдавая вот это кусками, за зимние каникулы ликвидировали задолженность. То есть полный объем она не смогла, кусками она смогла, понимаете, поэтому это вот таким вот принципом, этот принцип затрудняет нашу деятельность, потому что вообще-то нам удобнее, чтобы инвалиды у нас в общий поток вылись, да, и никаких вот этих вот проблем не было, но, к сожалению, понимаете, инвалид-задолжник – это еще хуже, чем просто задолжник. Поэтому приходится вот лучше в течение семестра эти вот вещи нагонять, чем потом он, потому что, понимаете, тут же декомпенсация, все, как только он задолжник, после этого он уже учиться не может, после этого у него уже ухудшение его соматического состояния реальное, либо обусловленное его эпохондрическими тенденциями, вот, поэтому лучше всегда вот дозированно принимать отчетности в течение семестра, пожалуйста. Да, я в продолжении этого же вопроса, все-таки планку вы снижаете? Вот вы знаете, что касается меня, то я стараюсь планку не снижать, но я точно знаю, и я вот когда выступала, это мы будем опять после обеда говорить, что сейчас-то в соответствии с законом об образовании нам каждому инвалиду адаптированную образовательную программу писать надо, ну, это как бы у нас вторая часть методическая, да, и вот как бы меня спрашивают и все, я понимаю, что я не снижаю планку, потому что я все время работаю в течение года, и с дипломниками у меня дипломники-инвалиды приходят каждую неделю, либо каждую неделю присылают материалы, если не присылают, я очень жестко, так сказать, ну, с них спрашиваю, но результаты часто бывают замечательные, и вот в этом институте, сколько-то лет назад, ну, лет пять назад, наверное, у меня была дипломница Лариса Гладилина, вот, детский церебральный паралич, гипертенетическая форма, тяжелая дезортия, то есть доклад Лариса у нас не представляла в словесном виде, она только показывала презентацию, так вот Лариса Гладилина, защищаясь, летом была единственным человеком на кафедре, которая завершила и передала материалы диплома в феврале месяце, но почему? А потому как каждую неделю представь, вот, при этом, ну, до этого у нее был другой руководитель, другой руководитель сказал, что он не может с Ларисой, он не может ее заставить работать и так далее, поэтому понимаете как, вот, студент-инвалид, человек, который нуждается в постоянной курации, и это не только соматик, да, другие тоже, это затрудняет нашу работу, но, господа, понимаете, тут уже вот либо инклюзия, либо неинклюзия, мы должны понимать, что если мы встали на этот путь, инвалиды наши коллеги по работе, нам тоже с ними часто нелегко бывает, правильно, да, потому что чего-то он не может, что-то приходится за него иногда сделать, да, вот никуда не денешься, где-то он говорит невнятно, никуда не денешься, мы должны, так сказать, вот точно и так же студент-инвалид приносит нам дополнительные хлопоты, мы изначально должны это понять, изначально должны постараться выстроить некую систему, чтобы эти хлопоты мименизировались, потому что иначе потом это вот такой вот уже снежный ком, кто работал, тот знает, но опять же это не 100%, у нас есть студенты-инвалиды, которые учатся именно в силу того, что у них нет других дел в жизни, да, учатся ответственнее, чем наши слышащие, зрячие и так далее, все очень по-разному, но, конечно, нам в первую очередь проблемные наши студенты, да, потому что что делать с нашим проблемным студентом, который не инвалид, мы точно знаем, а что делать с нашим проблемным студентом инвалид, всегда страшно, да, а вдруг мы как-то навредим, а вдруг мы сделаем что-то плохое, а вдруг мы покажем себя как жестокие люди, которые, да, вот согласитесь, Для нашей культуры это очень важный вот такой момент, что все-таки это люди, у которых уже есть проблемы, и наша задача во всем поддержать, а мы вот за реферат оценку не поставили, да, и поэтому здесь, поэтому, понимаете, мне было легче, потому что я много лет всегда работала, да, а тому, кто начинает, это тяжело, это тяжело. Ну, определенная перестройка собственных преподавательских позиций, она должна происходить, эта определенная перестройка. Так, значит, соматический профиль, вот мы оценили эту группу. Дальше. Лица с нарушениями слуха. Ну, опыт высшего образования лиц с нарушениями слуха у нас в стране огромен, да, есть групп. Группы в ряде вузов, да, где рабочатся исключительно лица с нарушениями слуха. И надо сказать, что, конечно, вот опыт обучения лиц с нарушениями слуха в группах, он, конечно, лучше, чем инклюзия лица с нарушениями слуха. Почему? Потому что там есть возможность создать действительно все необходимые условия. И звукоусиливающая аппаратура, если где-то там можно, и введение наглядности, да, возможности более широкого использования презентации, потому что преподаватель уже готовит именно для этой группы. Ну и, конечно, сопровождение с урдопереводчиком, чего мы не можем позволить себе, если у нас инклюзирован один человек. Поэтому очень хорошо, когда работает группа. Несколько слов о лицах с нарушениями слуха. Просто вот, ну, потому что даже если не с группой будете работать, если с группой, там, ну, уже свои какие-то особенности. Вот несколько слов о их особенностях. Ну, во-первых, лица с нарушениями слуха часто очень эмоциональны. Сама по себе. Знаете, мы много думали вот над этой проблемой. И все-таки такую рабочую гипотезу для себя определили, что постоянное общение жестами и мимикой, оно ведет к формированию черт-экстравертов. Да, вот, понимаете, то есть вот он своей системой общения, он повернут людям, да. Вот, и он так вот очень эмоциональны. Вот, очень эмоциональны, склонны к демонстративности. Ну, я бы даже, может быть, использовала бы такое понятие, как эмоционально лоббин. Вот, да, то есть очень легко у них колеблется настроение, очень легко такого человека обидеть, да, вот. И тут же двигательная буря у него. Что является их сильной стороной? Сильной стороной является то, что они, как правило, мотивированы к достижениям. Надо сказать, что часто у лиц с нарушениями слуха мотивация к достижению такая меркантильная. Вот, есть такая вот особенность их. Они хотят иметь все хорошее, хорошо зарабатывать, иметь хорошую работу, да. Но, в общем, готовы ради этого что-то сделать, да, что, безусловно, положительное, положительное черт-экстравертов. Второй сильной стороной тех лиц с нарушениями слуха, у которых сохранный интеллект, хороший интеллект, именно такие должны учиться, является то, что у многих из них блестящая зрительная память. Блестящая зрительная память. В свое время у меня был студент Андрей, он сейчас такой чиновник в обществе глухих, вот, он у нас был в группу инклюзирован просто, он как бы, вот, с хорошо развитой речью, хорошо читал зубы и прочее. Вот, он был жуткий, фантастический лентяй. Он никогда ничего не учил. Вот, но у него была совершенно невероятная механическая память. Открыв учебник или открыв тетрадь, он мгновенно фотографировал страницу. После этого он все это, ну, если это тетрадь была его, так сказать, лекцией, вот с теми же ошибками, какие там у него были, он переписывал этот листок. Если это был учебник, то, значит, он переписывал это прямо со всеми абзацами, иногда даже словами, выделенным курсивом или там жирным шрифтом переписывал. Подходил этот листок, отдавал, говорит, не могу, не могу, говорит, написал. Понимаете, все. Вот, и, извините, что поделаешь. И, кстати, он так по специальности работать-то и не стал, но прекрасно себя нашел на опопище, так сказать, руководителя. Вот, но это вот действительно сильная сторона. Память хорошая, поэтому многое, понимаете, не все понимают, не все осмышляют, но многое запоминают. Ну, что делать? Мы должны опираться на ту функцию, которая лучше всего. Второе. Многие имеют хорошее устойчивое внимание. Хорошее развитие наглядного мышления, что позволяет хорошо на компьютере им работать. Это вот сильные такие стороны их. Слабые стороны, конечно, всегда страдает письменная речь, связная речь. Ну, а поскольку мы имеем дело со взрослыми людьми, которые уже как бы понимают свои недостатки, понимают свои проблемы, да, то мы часто сталкиваемся с тем, что они, ну, в общем, как бы и не хотят, да, демонстрировать то, что у них более слабо, уклоняются. Вот, кроме того, очень замечательно умеют делать вид, что они не поняли. Замечательно умеют делать вид, причем особенно мальчики в этом сильны. Вот, девочки как-то вот ответственнее часто бывают и, ну, вот, больше как-то вот стараются, ну, лучше спросит там лишний раз, да, лучше лишний раз что-то сделать. То есть мальчики просто вот обожают делать вид, то есть они понимают все то, что им в их пользу и не понимают ничего того, что не в их пользу. Это такая особенность есть, поэтому, когда вы обучаете глухого, помните, что он часто хитрит, он часто пытается вами манипулировать, он немножечко вас обманывает, вот, и желательно все проверять, и тут, конечно, у нас дистанционка дает большие возможности, потому что он не может сказать, что он не прочитал. Вот, когда мы говорим, он часто говорит, я не понял, я не разобрался, но поскольку глухих мы обучаем читать рано, да, глухие у нас читают все хорошо, они многие пишут не очень хорошо, да, трудности вот оформления, да, в силу того, что речь глухого является относительно искусственным образованием, да, вот, в силу этого все-таки у них трудности выражения мыслей письменно не есть. Вот почему они легче гораздо все то, что не требует письма, да, даже конструирование различное, оно вам как-то учится, да, на письме им трудно, но читать они умеют, поэтому задания глухому всякие, замечания, пожелания и так далее, давать надо в письменном виде, совершенно четко, неоднозначно, не может быть слов, может быть, или не хочешь ли ты, не хочет, должны быть совершенно четкие, жесткие инструкции, вот, желательно исполнение проверять по возможности быстро. Кстати, в чести глухих надо сказать, что они правила игры принимают, то есть, если он почувствовал, что процесс будет идти вот таким образом, то... Но помните, глухие люди непростые. Кроме того, я так еще вот несколько слов здесь, это имеет значение тоже. Понимаете, когда у вас один инклюзированный глухой, ему не с кем создавать сообщество. А вот когда их несколько, то для них, конечно, очень характерно, вот, ну, коллективизм определенный, жестовая речь их сближает, да, наше, ну, неполное понимание для преподавателя, который вообще-то не обучался этому, полное неполное непонимание, да, жестовая речь, оно позволяет им, ну, так скажем, да, вести, да, вести некую параллельную жизнь, параллельно, так сказать, нашим влияниям, и вот это вот все надо. По крайней мере, если вы хотите принимать отчетность, да, и хотите объективных данных, то второго глухого из аудитории надо удовлетворить. Ну, правильно. Пожалуйста. Ученые замечали, обнаружили, что здесь в речи глухих, в своей диалекте, то есть даже в Петербурге, в Москве, по-разному. Даже в разных школах. Как они это... А вы знаете, это такая, для них это не проблема. Для них это не, вот, для них это не проблема. Глухие всего мира прекрасно, так сказать, взаимодействуют друг с другом вот этими своими разными жестами, легко это все корректируют. Вот, а вот, так сказать, для тех, для кого жестовый язык не является естественным, для этого уже трудность большая. Вот, а на самом деле мы даже сталкивались с тем, но это мне сурдисты говорили, о том, что даже в Москве в разных школах есть, так сказать, разные, ну, обозначения разных явлений. Но в основном, ведь очень многое в жестовом языке, оно от естественных жестов идет от здравого смысла, поэтому такая проблема есть. Вот, ну, поэтому все-таки я сторонник того, чтобы лица с нарушениями слуха у нас поступали в выделенные группы, учились с суперпереводчиком, там у них большие хорошие достижения. Вот, но хочу сказать несколько слов. Эта вещь у нас, она пройдет не только по глухим, потом дальше, это, судя по всему, одна из общих личностных закономерностей при инвалидности. Если вы поговорите с обучающимися в школах-интернатах, то вы узнаете, что очень многие лица с нарушениями слуха хотят быть педагогами. Хотят быть педагогами. Вот это, ну, возможно, отражение того ограниченного образа жизни, да? С кем они больше всего общаются? С педагогами. Педагоги их понимают, поддерживают, часто хорошо к ним относятся, да? Вот, и это как бы... А с другой стороны, я потом об этом еще скажу, потому что реально мы обследовали несколько категорий лиц с нарушениями, и в отношении выбора профессии столкнулись везде с этой особенностью. А потом я еще прочитала у Людмилы Ивановны Солнцевой в работах, что действительно вот те данные, которые мы на слепых получили, она тоже получала. Ну, вот как-то так. Понимаете, вы, наверное, уже сталкивались с тем, что это все малоизвестно. Наверное, вот, да? Это в каких-то тезисах, где-то в каких-то статейчках маленьких. Еще и не найдешь. Вот. То, понимаете как, очень часто выбор профессии, он обусловлен определенными защитными механизмами. Они хотят заниматься тем, что напрямую связано с их дефектом, и то, что им тяжелее всего дается, да? Это особая особенность компенсации такая, да? Вот я потом еще... У всех, у всех. Но только все выбирают по-разному. И вот, понимаете, когда мы глухому говорим, ну, в школе же надо работать, надо, чтобы хорошая артикуляция была, да? Надо, чтобы ты хорошо говорил. Ты сможешь только физкультурником работать, да? Тем не менее. Ну, вы посмотрите, как много в пединституты идут с нарушениями слуха. И потом они не находят работу. Это отдельная большая проблема. Они не находят работу, но они все равно хотят туда идти. Поэтому, понимаете, у нас еще и... Это не ваш вопрос, не вопрос преподавателей в УДА. Это вопрос тех, кто работает, ну, в школах. Но это вопрос профориентации. Профориентации. Потому что профориентация у нас с нашими как раз клиентами очень туго идет. То, что мы им предлагаем и то, что они хотят, очень сильно расходятся друг с другом. И это не от того, что они глупые. Это своеобразные механизмы психологической защиты. Мы вот еще к этому вернемся. Но мне хочется, чтобы это прозвучало, потому что на самом деле вот именно таким моментом в свое время была моя докторская диссертация посвящена. Но и сама я как-то мало об этом написала, и вообще другим стала заниматься в своей жизни потом. И так я не вижу, чтобы этот вопрос широко обсуждался. Но для нас, для тех, кто с молодежью работает инвалидно, это кардинальный глобальный момент. Потому что, знаете, они сначала идут учиться, а потом они хотят трудоустроиться, а потом они не могут трудоустроиться, потому что по этим профессиям им трудоустроиться невозможно. Они связаны с их дефектом. И потом у них, опять же, то же самое разочарование, какое, если, допустим, они в ВУЗ не могут попасть. Поэтому это очень вот, очень важный момент. По глухим я сказала. Дальше видишь? Да, конечно. Выход я вижу в том, что школа должна вести большую профориентационную работу, перестраивая их с вот этих вот нереальных намерений. Потому что, к сожалению, сейчас, принимая людей в ВУЗы по ЕГЭ, мы совершенно, мы же не знаем, мы не видим своего клиента, да? Мы не можем на этапе. Вот раньше мы работали еще на этапе приемной комиссии. И кого-то нам удавалось переубедить. Причем, ну, просто говорили. Ну, ты понимаешь, что ты вот, вот ты идешь на сурдоотделение, да, у тебя речь очень плохая, ты не сможешь в школе работать, да? Зачем ты получишь эту профессию, если ты не сможешь работать? Вот иди в Бауманский, будешь инженером-конструктором, да, там отлично, у тебя по математике хорошие оценки. И кто-то нас не слушался, но кто-то слушался. Но теперь-то мы их видим впервые, когда они уже приходят к нам, уже нашими студентами. Поэтому теперь это только для школы. Но в общем, знаете как, эти знания надо пропагандировать, потому что это еще у нас одни будут большие издержки инклюзивного образования. Потому что если педагоги специальных школ себе хотя бы как-то представляют эти вещи, да, вот, какие-то педагоги специальную литературу читали и квалификацию повышали, какие-то из опыта, потому что это год из года же идет, оно в принципе-то как бы, то, что я рассказываю для тех, кто работает в школах с такими детьми, это не секрет. Но в инклюзии педагоги не знают. И более того, вот это все одна и та же линеечка, они боятся сказать, нет, ты этого не сможешь, потому что они боятся обидеть, еще раз нанести, ну, некую душевную травму. Понимаете, когда они потом ходят, они же потом глухие, ходят, жалобы пишут, что вот он учился, он там хорошо обучался, да, вот на работу не берут, вот почему не трудоустраивают, этих бедных директоров прессингуют в специальных школах, почему они не берут их на работу, да. Ну, а вы сами знаете, что для специальной школы, где обучаются лица с нарушениями слуха, правильная речь является обязательным условием обучения. И реально, знаете, реально мы человека с нарушением слуха можем там только до учителя физкультуры, да и то, так сказать, да. Вот, но нет столько мест учителей физкультуры, сколько есть глухих, обучающихся в педагогических вузах. Понимаете, поэтому... Так, вот такой вот момент. Ну, и, может быть, даже и когда они у нас обучаются уже, тоже стараемся вести работу, говорить, что, может быть, вот уже сейчас начинай где-то искать что-то, да, вряд ли в школу сможешь. Ну, видите, теперь уже и школа как-то поменьше становится. Тоже рабочих мест уменьшается количество. Лица с нарушениями зрения. Здесь у меня для вас будет предварительная реплика. А предварительная реплика заключается вот в чем. Значит, ну, пока это еще студентов не касается, но через 20 лет это будет уже очень сильно касаться, через 15. Дело в том, что по последним данным у нас резко увеличилось количество новорожденных с патологией зрения. Если вы знаете, да, почему, вот поддержит меня коллега, что на самом деле, вот сейчас, когда в 2012 году были приняты новые документы о выхаживании новорожденных, родившихся на 22-й неделе с массой тела от 500 грамм, то, ну, подавляющее большинство этих новорожденных, если не 100%, это дети, родившиеся с ретинопотеей, недоношенных, то есть дети, которые обречены на инвалидность по зрению. То есть некоторые из них только на инвалидность по зрению, а некоторые на сложный дефект, да, сочетание двигательных нарушений и нарушений зрения. Вот. И вот сейчас вот у нас несколько дней назад было на мероприятии, где выступали представители социальной защиты, ну, такие вот на уровне, так сказать, высшего руководства. Вот. График показывали нам нарушение зрения, прямо явно, так, первичная инвалидность по нарушению зрения в раннем возрасте явно, так сказать, выходит за те рамки, которые были предшествующие годы. Но это что значит, что пройдет какое-то время, и они придут к нам, да, не придут к нам. Поэтому сейчас вообще инвалидов с нарушениями зрения не так много, но тенденция к их росту, она очень сильно активизировалась. Поэтому надо на них обращать внимание. А может, тогда два рейда вопросов. Как вы, когда вы написали на интернет, дистанционные образования, там, то есть, вы все говорите? В основном. Значит, а вот давайте я сейчас вот чуть-чуть позже скажу, да, так, чтобы у нас... Нет, нормально. Вам это интересно, это очень хорошо. Я сейчас буду говорить и буду даже говорить о том, с какой проблемой мы столкнулись сейчас при... Я была одним из тех людей, которые принимали участие в разработке стандартов специального образования. Но я принимала это не по лицам с нарушениями зрения, да, а по другой категории. Но когда вот обсуждалось-то это все вместе, и вот там некоторые вещи, именно связанные с дистанционкой, с инклюзией и так далее, они прозвучали, и они... Сложно эти вещи, так сказать, да? Мы это... Я это обязательно затронула. То есть, коллеги, сейчас их не так много, но количество их растет. Второе. Традиционно считалось у нас, вот в нашем мире, так сказать, дефектологическом, что лица с нарушением зрения, это, так сказать, интеллектуальная элита. Всегда отмечалось, что у многих лиц с нарушениями зрения хороший и даже высокий интеллект. Ну, надо сказать, что тут вот все-таки не надо так прямо параллель проводить, да? Нарушение зрения, значит, хороший интеллект, потому что нарушение зрения часто бывает на основе раннего органического поражения головного мозга. Раннее органическое поражение головного мозга всегда ведет к тем или иным когнитивным нарушениям, поэтому все-таки вот очень хороший дефект, как правило, там, где изолировано только нарушение зрения. Вот их, ну, я думаю, что здесь есть просто особые такие специфические особенности, связанные с тем, что у лиц с нарушениями зрения часто раннее речевое развитие, часто хорошее речевое развитие, да? Да, опять же, та же самая школа Выгорского, интериоризация, да, формирование внутренней речи, формирование самосознания как компоненты, так сказать, сохранной психики. Поэтому лица с нарушениями зрения, те, которые, когда речь идет именно об изолированных нарушениях зрения, у нас часто оказываются очень хорошими студентами. Вот от глухих их отличает одна особенность. Насколько у нас глухие экстравертированы, настолько лица с нарушениями зрения интровертированы. Они, как правило, тихие, спокойные, не очень стремятся к коммуникации. Опять же, я говорю, как правило, не все такие, да? Вот, но любят учиться и часто хорошо учатся. А вот теперь о проблеме, которая у нас встала, сейчас обсуждается и является действительно очень сложной. И для ВУЗа эта проблема, безусловно, является тоже очень значимой. А проблема вот такая. Дело в том, что все-таки основа обучения лиц с нарушениями зрения у нас традиционно – это обучение шрифту Брайля, да, и использование шрифта Брайля. И специальная школа, она обучает использованию шрифта Брайля. Да, это как бы вот такая базовая задача, от нее все отталкивается. Когда сейчас встал вопрос о широком применении инклюзии, а это применение инклюзии, понятно, в первую очередь, к тем лицам с нарушениями зрения, у которых хороший интеллект, да, потому что именно они могут учиться, то встал вопрос о том, что, может быть, их шрифт убрали, обучать и не нужно. Вот я пока не принимаю никаких возражений, я сейчас просто скажу как в слово обсуждение. Тем более, что я не тифрист, и поэтому я здесь только могу положиться на мнение тифристов, которые это говорили, да. То есть определенная группа ученых, да, вот, продвигая идею инклюзивного образования лиц с нарушениями зрения, высказала мысль, что нынешние компьютерные системы позволяют на слух давать всю необходимую информацию человеку с нарушениями слуха, зрения, и с этой точки зрения обучение Брайля, трудоемкая очень работа, у нас так мало специалистов, которые это умеют делать и так далее, в общем, является вещью необязательностью. Вот, и, в общем, звучало это все очень убедительно и красиво, очень хорошо к этой идее производители компьютеров отнеслись, ну, как к тому, что позволяет еще больше компьютеров выпустить, вот, и против этой идеи встали, ну, так скажем, другие кифлопедагоги, вот, и аргумент их был очень и очень значительный. Может быть, вот среди детей-дефектологи есть среди присутствующих, поэтому имя Венеры Захирной-Денискиной, наверное, знакомо многим, да, которая возглавляет отдел обучения и воспитания детей с нарушениями зрения в Институте коллекционной педагогики, она собрала целый коллектив, в первую очередь преподавателей математики. И четко, как сама математика, проговорила следующую позицию, а коллеги ее поддержали, что обучение математике на основании слухового анализатора невозможно. Оно возможно только в рамках, ну, так скажем, первых двух классов школы. Таким образом, если решить, сказать, вот этой тактильной основы обучения математики, то у нас даже самые высокоинтеллектуально развитые слепые не смогут не только поступить в вузы, не в какие, они не смогут сдать ЕГЭ, потому что те объемы математики, которые необходимы для сдачи ЕГЭ, невозможно освоить при голосовом обучении. Вот, и эта проблема, которая на сейчасный момент, она осталась открытой, то есть стандарт, если кто-то прочитал, было занесено обязательное обучение шрифту Брайля, да? Вот, но каким это образом может осуществляться в инклюзии, остается совершенно непонятным. Ну, Москва предложила свой выход, достаточно простой выход, так, что эти дети должны обучаться в рамках сетевого взаимодействия на индивидуальных занятиях в школах-интернатах, следить с нарушениями зрения, и в Москве это возможно, где это вот. Но как это сделать в других местах, непонятно. Извините, дело в том, что есть компьютерная программа, которая позволяет сразу трансформировать... Прошу прощения, я микрофон, вот, да? Прошу, что не было слышно. Существуют компьютерные программы, и наши, российские, которые позволяют сразу трансформировать текст, напечатанный текстом Брайля, в обычный текст. То есть никаких проблем, нужен только принтер. И все. А я это уже надо его сначала... Нет, то есть... Я не знаю, записываю. Вот, понимаете, у меня просто были студенты. Да, вот, и мы, понимаете, кто не умеет писать по Брайлю, они просто сидят и вот так развиваются. Так, речь о том, что надо учить Брайлю, альтернативы нет. И тем более, что проблема не в том, чтобы, так сказать, невозможно педагогу проверять то, что написано Брайлем. То есть я соглашусь с тем, что действительно правы дети, флопедагоги... Кстати, вот завтра на факультете информационных технологий вы как раз увидите брайлерскую систему, отпечатки, пособия и так далее по Брайлю. Они математику так и учат, только по Брайлю. Да, вот математики, мы восстали математики. Понимаете, как-то так все шло убедительно и как-то вот были готовы принять вот этот стандарт без Брайля, вот пока не восстали математики. Они стояли до последнего и они, в общем, пожалуйста... Ирина Юрьевна, а не возникало ли вопроса, что вообще так сильная система, выясненная за скобки обучения, она у ребенка или у человека вообще снимает? Сейчас Елена Ивановна... ...армонизирующую компоненту. Вот повторите, потому что... Вот я хотела спросить вопрос о том, что Брайль для слепых – это хотя бы какая-то активация тактильной ручной деятельности, которая у них никаким образом другим случаем обучения не будет задействована. Почему ее нужно удерживать всеми возможными способами, даже не только при математике, просто для того, чтобы психологическое развитие было более-менее гармонизировано? Вот это не приходило как бы в аргумент? Кстати, нас подслушивают 65 участников. Надо сказать, что все равно это не так много. Я просто сравниваю с тем семинаром, который мы проводили, у нас больше 200 человек подслушивало, но, наверное, просто еще в вузы не так готовы включиться. Вы знаете, я по этому поводу скажу, что там обсуждался сугубо методический вопрос. Я полностью с вами согласна. Это традиция. Уже в несколько веков обучение лиц с нарушениями зрения. И я это только всячески поддерживаю. Но, господа, давайте посмотрим правде в глаза. Все больше и больше у нас возникает проблем, противоречий между тем, как мы хотим обучать, и тем, что нам предлагают. Да, тем, что нам предлагают. А то, что нам предлагают, очень часто явно лоббируются интересы производителей оборудования и многое другое. Поэтому, что мы должны сделать? Мы должны все-таки отстаивать интересы наших обучающихся. Вот. И поэтому, скажем так, что все-таки те, кто имеют опыт даже работы со взрослыми, с Брайлем, да, со взрослыми слепыми, те все соглашаются, что... Но без Брайля пока нет возможности. Да, может быть, дальше какие-то технологии возникнут другие. Пока, похоже, возможности нет. А на примере обучения математики это как-то вот высветилось особенно ярко, как невозможность ребенку в инклюзии вообще получить образование, да, если будет эта проблема заменена. Так. Ну, я уже сказала, что многие лица с нарушениями зрения бывают вот такие, как бы, ну, вот, интровертированные, не очень коммуникабельные. Это не правило, но такое бывает. Они все-таки, так сказать, в большей степени интроверты, чем экстраверты. И тоже вот эта проблема передвижения, проблема пространственной ориентировки часто выступает как проблема невротизирующая, невротизирующая. Поэтому очень вот эти сложности. Внешний вид. Такой у меня внешний вид. Беспокойство, да. Беспокойство. Как я дойду? Как, так сказать, я найду дорогу? Все это невротизирующий фактор, который вот по отношению к студентам мы как раз обязательно должны учитывать. Это не имеет значения на дистанционном обучении, но при очном обучении это, конечно, имеет большое значение. Так. Так что у нас так время быстро идет. Ну и очень большая, очень активная, очень разнообразная группа лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Ну тут я могу говорить очень много, мне прям как бы вот в полчаса-то уложиться, потому что как раз это мой контингент. В свое время я написала книжечку о психологических особенностях подростков и старших школьников, где вот как бы вот такие книжечки, куда так уже со временем вся разошлась и стала библиографической редкостью. Переиздать как-то времени все не хватает, но на самом деле там довольно много интересного, потому что начнем с того, что у нас ни одна группа не является объектом таких разнообразных педагогических спекуляций, как лица с двигательными нарушениями. Потому что есть точка зрения, все лица с двигательными нарушениями очень умные, да, вот сделайте пандусы, и все они получат образование, да, и вообще все замечательно будет. На самом деле лица с двигательными нарушениями очень разные. Это очень большая группа по тем заболеваниям, которые в этой группе имеют место быть, по тем возможностям, которые у них есть, по прогнозу и по, ну так скажем, психолого-педагогическим особенностям. Они очень разные. Вот все-таки основу этой группы, огромная группа, составляют больные детским церебральным параличом. Но если мы с вами посмотрим на студенчество, я не знаю, конечно, другие вузы, ну вот здесь мы смотрели, здесь контингент, вот да, и вот в нашем институте и так далее, то все-таки большинство лиц с детским церебральным параличом не на высшее образование идет. И это правильно. Идут на среднее специальное образование. Это правильно. Потому что при детском церебральном параличе все-таки когнитивные особенности такие, что недалеко не все могут получить высшее образование. Только часть имеет такие особенности познавательного развития, которые позволяют получить высшее образование. Когда мы смотрим на студенческие коллективы, да, вот там, где опорники, то достаточно много это больные с текущими заболеваниями. Рассеянный склероз, миостыни, миопатит. На самом деле это заболевания редкие, но поскольку у большинства сохранный интеллект, то и многие становятся студентами. Я сразу несколько слов скажу об этой группе. С этой группой есть одна большая, очень психологическая, сложная, серьезная проблема, при которой очень тяжело работать с преподавателем. Дело в том, что многие из тех, кто в этой группе, именно в студенческие годы вступают в тот возраст, когда резко отмечается ухудшение. И многие из жизни уходят именно в этот возрастном периоде. Я думаю, что если кто работал, по крайней мере здесь институт точно сталкивался с этими фактами. Но я должна сказать, что когда я 40 лет назад начинала работать с опорниками, то продолжительной жизни этих категорий была еще меньше. А тогда они, как правило, уходили от нас в подростковом возрасте. В подростковом возрасте обычно они ухудшались, не могли уже посещать школы-интернаты наши, и уходили, не достигнув юношеского возраста. За эти годы, за счет того, что разработаны фармакологические различные средства поддерживающего лечения продолжительной жизни очень, по их масштабам увеличилась, они стали жить дольше. Но теперь вот эти годы ухудшения и часто, так сказать, ухода, они падают именно на 25 лет, 27 лет, вот такую возрастную группу. и это вызывает очень большие проблемы именно у преподавателей. Это вызывает меньшие проблемы у самих студентов, потому что они поступив учиться, делают выбор в пользу того, чтобы их жизнь вот на этом этапе была наполнена определенным смыслом. и они в общем до последнего не оставляют учебу, потому что это выступает в качестве определенной веси, определенной поддержки в их очень тяжелой жизненной ситуации, в которой, ну, никто из нас им помочь не может. А вот преподаватель, который с ними работает, психологически к этому не готов. преподаватель, постоянно работая с таким студентом, испытывает стресс, потому что ему просто тяжело работать с человеком, который на глазах у него, ну, попросту говоря, тает, да, вот, а во-вторых, у нас же остается необходимость проверять задания, спрашивать рефераты, да, выполнения заданий, и так далее. И у преподавателя встает вопрос, ну, ко мне иногда, да, перед самим собой, а зачем я должен заставлять человека, который находится на последних рубежах своей жизни, выполнять все эти, теперь уже ставшие совершенно бессмысленными вещи, да, потому что совершенно ясно, что ничего этот человек этому не пригодится. Вы знаете, я сама, работая с такими семьями, сама, ну, сейчас уже, конечно, меньше, но в свое время работая, так сказать, с такими подростками, для себя пережила это все и очень болезненно пережила, и поняла только одно, что мы можем свое сочувствие выказать тем, что уважаем их выбор, как бы нам это не было тяжело, да, то есть, если он для себя принял такое решение, я хочу учиться, я до последних дней хочу оставаться, да, сознательным человеком, человеком, который куда-то идет, человеком, который не отступает, а человеком, который даже вот в эту трудную минуту растет, познает, выполняет, да, имея определенные жизненные опоры, значит, как бы нам тяжело не было, мы свое сочувствие, свое уважение к его позиции, да, вот мы можем выразить только одним, работая с ним таким образом, как будто бы для нас нет этой проблемы, я понимаю, что это трудно, потому что я сама через это прошла, вот, и поэтому всегда, вот почему в качестве одного из параметров нам надо узнать все-таки, каким заболеванием страдает наш студент, вот, потому что то, что он приехал на коляске или пришел на костылях, может скрывать, и то, что он у нас пробудет, да и вообще не будет у него никаких изменений, а кто-то, может быть, даже и лучше станет, да, в силу каких-то, ну, лечения какого-то, может быть, там, операция по замену сустава будет произведена, а какой-то студент, который в таком же двигательном положении находится, возможно, проучится у нас только половину времени. Денис, ну, маленький вопрос, скажите, пожалуйста, а мы вообще имеем ли право законодательного... А вот я как раз хочу, да, я как раз хочу и ответить, я как раз хотела следующую вещь сказать, что дело в том, что существующие иные незаконы, вот законы о персональных сведениях и так далее, да, они не позволяют нам затребовать такую информацию официально. Вот почему нам бы бывает всегда очень важно наладить контакт с родителями и получить от родителей. Но если родители будут нам доверять, родители нам скажут. Вот, и родители, они понимают, понимаете, они понимают, но просто лучше это узнать раньше, потому что потом начинается, да, ну, такой вот, я не могу с ним работать, да, он перестал заниматься, да, вот он такой вялый, он такой слабый, я не могу с ним работать, да, я не знаю, там, я откажусь от вас, вы не сдадите сессию, ой, Мария Ивановна, а вы разве не знаете, да, у него аммиопатия, да, и вообще в исходной стадии он там через 3 месяца умрет, да, понимаете, все-таки вот, вот такой ситуации нельзя допустить, понимаете, вот такой ситуации нельзя допустить. Поэтому, вот почему для нас так важен контакт с семьей прямо с первых моментов, когда наш инвалид поступил обучаться, да, важно, чтобы было доверие, важно, чтобы семья хотела поделиться с нами, чтобы семья понимала, что мы не будем ничего плохого, а наоборот, мы постараемся оказать поддержку, потому что вы понимаете сами, что если произошла такая ситуация, про которую я сказала, исправить уже ничего нельзя, да, мы человеку, которому и так очень тяжело нанесли еще одну травму, да, и в общем оказались жестокими людьми в ситуации, когда вовсе этого не хотели, вот, поэтому работа с семьей для нас очень важный момент, и официально запросить мы ничего не можем, но насколько я знаю, в подавляющем большинстве мест, где у нас опорники учатся, в общем диагнозы известны, но если кто-то очень хочет скрывать диагноз, он имеет на это официальное право, ну и что же мы можем сделать, вот тут мы официально ничего затребовать не можем, вот, но информация такая важная, нужная, желательная информация, точно так же, как я уже заодно скажу, раз мы об этом заговорили, у нас ведь есть больные, у которых эпилепсия, судорожные припадки, может быть, сочетание судорожных припадков, ну с каким-то, с теми же самыми нарушениями опорно-двигательного аппарата, и это тоже надо знать, потому что тут есть определенные ограничения и по нагрузкам, и по использованию программного обеспечения, вот, и поэтому нам как-то вот аккуратненько семье-то надо и объяснить, что если у вас есть ограничения, если у вас есть проблемы, вы уж, пожалуйста, нас информируйте, для педагога это такая же тайна, так сказать, как и врачебная тайна, мы никому это не разглашаем, мы это учитываем только для того, чтобы сделать, ну, как бы процесс обучения более эффективным и менее так бы влияющим отрицательно на здоровье нашего обучающегося. Вопрос есть? Пожалуйста, можно. Мне очень нравится ситуация, которая у нас стала складывать. Теперь я вижу ваше жугое от определенных проблем. Ирина Юрьевна, продолжай эту тему, деликатную очень. Учитывая такую деликатную ситуацию, что мы не имеем права и нет такой необходимости узнавать, получается, что этот студент, ребенок-студент, который учится у нескольких преподавателей сразу, кто возьмет на себя функцию, куратор, или кто-то из службы сопровождения психолого-педагогического, как вы это делаете? Во-первых, начнем с того, что служб психолого-педагогического сопровождения у нас пока нет. Вот если они будут, то как раз служба психолого-педагогического, ну где-то есть, да, официально, так сказать, как структура, у нас пока нет ее. И мы должны бороться за то, чтобы она была в каждом ВУЗе. И служба психолого-педагогического сопровождения, она нужна не только инвалидам самим, она нужна педагогам, да, потому что как раз именно служба психолого-педагогического сопровождения может стать той структурой, которая аккумулирует информацию, прорабатывает эту информацию, в деликатной форме доводит по необходимости до педагога, выступает в качестве той, ну, как бы вот гибкой структуры, которая может уладить какие-то, я не хочу даже говорить слово конфликты, у нас не должно быть конфликтов ни с нашими студентами здоровыми, ни с нашими студентами больными, да, но некоторые недоразумения, которые могут возникать. И вот я бы как раз видела здесь, что именно служба психолого-педагогического сопровождения, она как бы и базу данных хранит, и она отслеживает проблему, и она консультирует преподавателей, ведь не обязательно преподавателям говорить, какой диагноз, да, там, какие препараты принимает и так далее, а вот информировать педагога о том, что вот данное заболевание имеет какие-то, такие-то особенности, которые создают такие-то, такие-то проблемы, и вы, пожалуйста, их учтите во взаимоотношениях, мне предполагается, что это именно так, потому что, понимаете как, мы не можем каждого преподавателя полностью обучить по всем, по всем направлениям, по всем, по всем категориям, по всем, по всем болезням, да даже у нас и специалисты в области, ну даже вот, ну, высокие специалисты в области аномального развития и то всего не знают, вот, а в службе уже будут работать специально подготовленные люди, да, этот специально подготовленный человек в большей степени ориентируется, и он уже перекодирует эту информацию в более доступную для преподавателя, который не является, там, дефектологом, врачом и так далее, и даст ему именно ту информацию, которую нужно, поэтому если службы психологические в вузах будут психолого-педагогические для сопровождения инвалидов, то это будет очень хорошо, и сейчас, когда есть некая заинтересованность правительства в этом, надо это стараться продавить, потому что как только эта заинтересованность пойдет на штат, мы уже ничего не получим, ну, то есть все это 20 раз проходили. По стандартам мы уже обязаны иметь такие службы, по стандартам уже определено решение поведения, и мы создали у нас кандидат медицинских наук, и всем, кто говорит, преподавателям, если есть проблемы общения с студентом, обращайтесь к ним. Нет, это замечательно, вы имеете в виду вузовский стандарт высшего образования? Какого? Который был принят где-то в начале года. Нет, какой? Нет, извините, в начале года приняты стандарты школьного образования. Нет, нет, я имею в виду вузовский. Нет, в вузовских стандартах, я не знаю, я вот сама казавка, все стандарты, да, все стандарты читаю, да, все стандарты читаю про службы и сопровождение инвалидов, по крайней мере, в стандартах дефектологического и психолого-педагогического образования нет. Может быть, сопровождение инклюзивного образования, это письмо. Да, это письмо, вот, это письмо, да, это такой документ действительно есть, вот, и этот документ нас нацеливает на то, что вот сейчас охлопотать надо. Да, а стандарты, а то я прям даже подумала, неужели, а то я подумала, а вдруг, допустим, математики в свои стандарты сделали про инвалидов, а дефектологи и психолого-педагогическое не сделали. Я тоже не все стандарты читаю, вот. Но это, это как раз вот об этом, ну, как бы об этом я и говорю, что мы сейчас находимся в такой ситуации, когда действительно есть возможность как-то повлиять, потому что ведь вопрос о том, что такие службы должны быть, они 20 лет поднимаются на разных конференциях, об этом говорили, в резолюции вносили, а, в общем, вот-то и ныне там, вот у вас хорошо, а вы какой выпуск представляете? В Восточном гуманитарном университете. А, ну, видите, как замечательно. В Восточном гуманитарном университете. Вот, да. Еще можно такой вопрос, Саратов. Вот скажите, пожалуйста, когда мы рассматриваем студентов с инвалидностью, мы, в общем-то, предполагаем, что они из этого города. Но вот у нас, например, практика показывает, что 30% студентов, это студенты иногородние. И вот, например, у меня, как у руководителя социального фронта, очень часто возникает такой вопрос, что индивидуальная реабилитационная карта у данных студентов, она в полной мере не может, то есть он не может бесплатно получать полностью медицинское вот это обеспечение свое, потому что обучается он в другом регионе. Вы скажите, пожалуйста, какие бы вы, допустим, дали бы... Вы знаете, не знаю, потому что все, что касается между ведомственного взаимодействия, так трудно идет, вот, а мы как-то даже еще и сейчас, как бы, вот, занимаясь, вот мы ведем аналогичный проект, вот вы, так сказать, в одном проекте находитесь, а мы ведем сейчас в наш институт аналогичный проект по повышению квалификации в области ранней помощи, ну вот начинаем, так сказать, да, вот, и там же тоже ранняя помощь, это значит врачи, дефектологи и социальная защита. Ой, то, что... Дефектологи, пожалуйста, все прекрасно. То, что должно быть межведомственно, да, вот, медико-социальные бюро и ПМПК и так далее, да, то, ну, никак не удается какие-то вот нащупать вот эти вот самые моменты. Поэтому я, честно говоря, вот, ну, как бы, даже и не задумывалась над этим вопросом, я не знаю, но я понимаю, что там, где речь идет о вот межведомственном взаимодействии, там, конечно, отдельные дополнительные трудности, и, конечно, это уже не этой службой решать. Вот такая служба, она, конечно, вот для, ну, именно поддержки конкретного человека в психолого-педагогических, так сказать, аспектах. Даже иногородные студенты, они вне семьи, они даже уже в совершенно другую среду. Ну, конечно. Если здесь они учатся в этом же городе, то семья является такой опорой. Колоссальной опорой. Конечно, это очень трудно, это очень тяжело. Вот, ну, наверное, какие-то пути надо искать. Вот, наверное, Саратов, раз бы уже таким вопросом задались. Потому что в Москве-то иногородних инвалидов. Нет, я думала, что иногда какой-то и есть, но это, конечно, очень редкое явление. Но, к сожалению, я на этот вопрос вам ответить не могла. Так, давайте у нас 15 минут, да, еще? Вот, давайте все-таки, да, этих самых про опорников-то договорим. Значит, вот текущие заболевания. Вот, а кроме того, у нас большую группу представляют люди с ампутированными конечностями. Это приобретенные нарушения. Это как раз та группа, которая, я говорила, да, что вот на этапах возникла. Как правило, у них нет проблем, больших связанных с познавательными проблемами, с когнитивными особенностями. Но у них есть проблемы, связанные с психопатизацией личности. Существенные проблемы. Эмоциональная взрывчатость, перепады настроения, конфликтность и многое другое. Ну, а я хотела бы теперь все-таки остановиться на своей любимой группе лиц с детским церебральным параличом, которые тоже бывают студентами, потому что они как раз большие проблемы, так как студенты вызывают, именно в силу сложности имеющихся у них нарушений. Потому что имеющиеся у них нарушения, они как бы вот по четырем направлениям разбрасываются. С одной стороны, это двигательные нарушения. Эти двигательные нарушения все видят, все учитывают, да? Вторая группа нарушений – это нарушения, связанные с их речевым развитием. У многих больных детским церебральным параличом неразборчивая речь. Без артифа, да? Низкий уровень разборчивости речи. Ну, является ли это сильной проблемой? В общем, нет. В общем, не является, потому что, во-первых, среди них есть люди не очень критичные к тому, что у них речь низкая разборчивость, и они, в общем, не стесняются отвечать. Ну, и отвечают, да? Особенно вот если гипертенезы, да, вот навязчивые движения в артикуляционном аппарате, вот как правило, гипертенезы сочетаются с такой общей некоторой некритичностью к своему состоянию, да, недооценкой того, как окружающие к тебе относятся, вот, ну, и отвечают, и отвечают, ну, не поняли половину народа. Иногда даже ограничивать приходится, да, что может, там нет самой, да, не надо, не надо так много отвечать, отвечай покороче, потому что все равно никто ничего не понимает. Вот, но большинство-то, конечно, это переживают, но как мы можем всегда с ними работать в письменном виде? То есть здесь проблемы нет. Они могут нам выдавать письменные задания, выполнять письменные задания, если уж мы уж совсем правильно подходим, вообще идеально правильно подходим, да, мы их можем опросить индивидуально в отсутствии других. Потому что вообще-то опросить, да, конечно, тоже хорошо, потому что, ну, да, речь-то надо поддерживать, да, там где-то и замечаница сделать, там не торопись, да, там и старайся почучче произносить. Ну, конечно, в группе не надо это делать, вот, знаете, вот эта вот идея, что вот пусть на семинарах он у нас выступает, это не очень хорошо все и никак не способствует. Ну, а кто хочет, то, конечно, вот эти гиперкинетики, так еще руку тянет, я хочу выступать. Ну, ради бога, пожалуйста, но все-таки они, ну, я не знаю, на десятую часть, может быть, составляют. Вот, то есть если у человека нет переживаний в связи с этим, ограничивать нам не надо его никаким образом. Ну, а студенты уже взрослые люди должны соблюдать такт, вот, а я при этом должна сказать очень печальную вещь. Вот в этом институте однажды на одном мероприятии выступал инвалид из артреи, и все начальники сидели и разговаривали, его не слушали, потому что не могли понять. Да, хотя институт, да, у нас позиционируется как ведущее место по инклюзии. Вот, поэтому, знаете как, поэтому от того, что у нас студенты послушают, ничего страшного студентов надо приучать к тому, чтобы они уважительно относились к людям с такими особенностями. Поэтому сказать надо, да, вот у нас там Иван, да, неразборчиво говорит, проявите уважение, постарайтесь. И вообще, если тренироваться, так будем понимать хорошо, ничего тут страшного нет в этом. Потому что, когда преподаватели в этом плане ограничивают, говорят, вот, что я буду в балаган превращать и так далее, вот в этом и есть инклюзия. Не хочет человек такую речь демонстрировать, пусть ответит в письменном виде, пусть ответит вузы. Лично, в устном опросе, хочет, пусть выступает. Конечно. Платеру порчить, почерк тоже не должно. Компьютер, 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 господа, с почерком вообще. Сейчас даже мы уже в школах специальных, уже, ну, как бы, ДЦПшников, и за чистоту почерка уже никто и не борется. Да, учим работать на компьютере и работать в письменном виде. Потому что я в свое время, 40 лет назад, учила тяжелых опорников на машинке печатать. Так это, извините, прежде чем научишь, четыре машинки разобьешь. То есть таких, которых нельзя научить писать было. Но обучали, да, все. Почерк больного, у которого нарушен тонус в руках, сформировать крайне трудно. Обучение, использование компьютером, да, это совершенно правильный экономичный путь. Они научаются набирать быстро, и здесь ограничения снимаются полностью. А вот такой вариант, не пробовали. Ну, например, час 20, да, речь замедленная. Например, совсем проработать час, их отпустить, с ним работать 20 минут. Я против. Я против. То есть это как бы индивидуальная работа, да? Да, индивидуальная работа, если мы в соответствии с теми, что нам сейчас предлагаются адаптированные образовательные программы делать, да, то мы индивидуальную работу должны вынести отдельно. Он у нас должен сидеть час 20 и участвовать час 20, иначе это не инклюзия. Тем более, что таким образом мы нарушаем его права. Права остальных, да. Они-то, конечно, может и рады в буфет бежать, пока очереди нет. Так, это вторая речь. Третья – это когнитивные особенности, познавательные особенности. Значит, есть одна мощная проблема ДЦПшная. Это пространственные представления. Дело в том, что даже самые интеллектуально сохранные при применении сенсибилизированных проб, ну, здесь, наверное, есть психологи, знаю, да, сенсибилизированные пробы – это особо чувствительные пробы, да, такие трудные, да, задания. Вот. При применении сенсибилизированных проб демонстрируют наличие пространственных нарушений. Ну, строго говоря, у нас медалист может на чистой карте контурной все равно Москву и Берлин не расставить. Понимаете, да, о чем я говорю? Точно так же вот всякие вещи, связанные с комбинированием, да, пространственных моментов и прочее. Вот это надо обязательно учитывать, когда программы делаем, да, то, что вообще работа с пространством в поле ему тяжела. Ну, и, конечно, истощаемость, как одна из особенностей. Не всегда хорошая память. Поэтому дозировать материалы надо. И четвертый компонент – это личностные особенности. И вот личностные особенности. Здесь есть такая проблема. Причем она не только, конечно, опорника. То есть она касается всех опорников вообще, но она касается и не только опорников. Она меньше касается вот глухих, слепых там. Проблема внешней выраженности дефекта. Например, она касается людей с лицевыми уродствами какими-то, да. То есть сама внешняя выраженность дефекта, она формирует определенные личностные особенности. Но формирует эти личностные особенности все-таки не по единому стандарту, а формирует в зависимости от тех качеств, которые уже есть, да. То есть если, ну, условно говоря, у нас такой человек конституционально изначально тормозимый, да, то чувство тормозимости, ухода в себя, отгороженности, переживания, так сказать, своего неполноценности и так далее, они будут усиливаться. И вот если смотреть на лиц с двигательными нарушениями, это, кстати, касается и текущих, и ДЦП, вот интеллектуально сохранных именно, очень много сенситивного типа. Чувствительные, с очень низкой самооценкой, не признающие за собой, ну, вот, давнодостижения какие-то, старающиеся остаться в стороне, с прогнозированием проблем, недостатков, меня не возьмут на работу, потому что я такой, девушки у нас вот такие всегда, да, что вот на меня никто не смотрит, я никому не нужна, да, вот, даже при нетяжелых нарушениях. Вот это, но если, наоборот, конституционально это, наоборот, более сильный тип, там могут быть реакции активного протеста, наоборот, формируются, вот, взрывчатый, неустойчивый, стероидный тип, особенно если еще в семье это как-то поддерживалось, вот, агрессивные даже могут быть в момент, если как-то задели, да, там, внешний вид или что-то, это вот такая вот особенность есть. У тяжелых, кто в колясках, ипохондрические черты могут так же быть, вот, как у соматиков, такое тоже бывает. Поэтому сама по себе вот эта проблема взаимодействия с человеком, у которого внешне выраженные нарушения, ну, а двигательная патология, это как один из таких, как моделей такие, да, она требует очень большого такта, потому что на самом деле еще в силу того, что эти личностные особенности разные, мы можем то, что у нас один раз прошло замечательно, с другим человеком нарваться на совершенно иную реакцию. вот, и мне тут рассказывала одна коллега, которая работает в среднем специальном учебном заведении, где инвалиды там, да, и у них там смешанные группы, и вот она говорит, что, значит, вот мы постоянно учим, что там вот если двигательные, ну, проблемы какие-то, вот те, кто учатся в группе, должны обязательно помочь. И вот, говорит, иду я по лестнице, а ниже несется аутист огромными скачками, и, значит, добегает до ползущего буквально на четвереньках ДЦПшника. И, значит, там этой аутистической, ну, я говорю, тебе помочь, а парень его матом, говорит, ты пошел ты вот туда-то и туда-то, и туда-то и туда-то, это ты инвалид, а я не инвалид. Поговорим. Вот несколько дней назад рассказывала, знаете, и это тоже имеет место быть, знаете, они очень разные. Один ищет нашего сочувствия, он лишний раз продемонстрирует проблему, что-то уронит там и так далее, да, ему это нужно, потому что ему хочется, чтобы, ну, да, чтобы мы обратили внимание. А для другого, наоборот, это нос в сердце, он хочет быть как все, и он хочет переступить. Поэтому очень внимательно следить за этим, и, конечно, очень много такта, потому что, понимаете, как, вот бывает, что они и к крику переходят, и к агрессивным таким моментам, но я имею в виду активных, а вот эти стеснительные, так сказать, переживающие, и они, наоборот, все больше и больше замыкаются, и все меньше и меньше хотят контактировать с нами. Поэтому здесь, конечно, интуиция, она нам должна подсказывать, вот, а что такое интуиция? Интуиция – это наш обобщенный опыт, да? Вот это наш обобщенный опыт. Так, хотела еще про профориентацию, все, уже надо перерыв делать. Ладно, это неадекватное профессиональное намерение, тогда начнем после перерыва. Маленькое предложение, Ирина Юрьевна, мы можем после обеда работать столько, сколько вы сочтете нужным, потому что факультет мы всегда представим, через интернет и так далее. Да ладно, ну что, вот там постараемся уложиться до 16 часов. Если сочтете нужно, мы можем продолжить это с шести вместе, а факультет мы всегда успеем представить. Хорошо? Просто как будет удобно. Кто командировки сдавал, можно получить. Есть ли какие вопросы? Столовая нас поджидает, все готово, идите в подвале. Все готово. Спасибо. Спасибо.